Я могу судить, нынешние скандалы на почве нравственности порождены существенно разными причинами. Скажем, новосибирская постановка Тангейзера не имеет ничего общего с оригинальной оперой. Там использована музыка Вагнера, но на нее написано совершенно новое либретто. И либретто, насколько я могу судить по его описанию, вполне бездарное. Поэтому, даже если бы не было никаких моральных соображений оперу, следовало бы снимать по двум причинам. Во-первых, расхождение с оригиналом, требующее замены названия. И, во-вторых, творческая бездарность либретиста и режиссера. В Псковском театре сами актеры возмутились пасквилем на город и не захотели участвовать в явной клевете. Наконец, скандал вокруг танца пчел. Как сейчас уже вполне известно, организован искусственно несколькими известными антирусскими пропагандистами. А в качестве видео использован отчетный концерт школы танцев, где участвовали вполне совершеннолетние. Так что никаких оснований для педофильских скандалов нет. Другое дело, что сам по себе этот танец, на мой взгляд, не так хорош, чтобы стоило вообще ему учиться. Но это уже мое личное мнение. В любом случае, мы видим, что творческую бездарность и клевету наше общество уже не приемлет. А попытка скомпрометировать это общественное неприятие бездарности и клеветы вбросом фальшивки, я думаю, в скором времени найдет должную юридическую оценку. И те, кто на видеоотчетного концерта школы танцев написал концерт в общеобразовательной школе, получат то наказание, которое причитается за публичную ложь и клевету.